В исполнении поручения президента о развитии культурно-познавательного туризма в конце 2012 года мы сделали ставку в министерство вместе с экспертным сообществом, вместе безусловно с нашей культурой, с руководителями крупнейших учреждений культуры, сделали ставку на развитие трех, на создание трех глобальных историко-культурных, культурно-познавательных и туристских маршрутов. Первый – Серебряное жиле России, второй – Русские усадьбы, третий – Великий Шелковый путь. Они очень разные, они охватывают разные регионы. И сегодня мы здесь для того, чтобы сложить уже, что называется, пазлы с проектом Серебряное жиле России. Смысл этого проекта, почему он называется глобальным, как и другие два проекта, прежде такие проекты в России никогда маршруты не создавались. Это очень сложно. Нужно создать фактически огромный маршрут, внутри которого будут десятки и сотни самостоятельных маршрутов и самостоятельных туристских продуктов. В основе этих туристских продуктов, конечно, будет лежать познание нашей России. В основе лежит культура, история, богатейшее природное наследие и так далее, и так далее. Поэтому эти маршруты называются глобальными. Смысл в том, что появляется один так называемый зонтичный бренд для того, чтобы уже все маршруты внутри этого глобального маршрута могли продвигаться на внутреннем и мировом рынках под единым брендом, поскольку зонтичный бренд – это гарантия успеха в продвижении, а продвижение – это гарантия популярности маршрута. Вот почему это нужно. Мы воспринимаем эти маршруты как, в первую очередь, уникальный инструмент продвижения нашего культурного, природного, исторического наследия, как инструмент создания общности наших людей, инструмент, позволяющий развернуть наших людей лицом к собственной стране. Стимулировать их стремление знать свою страну. Мы с удовольствием принимаем инициативу Вологодской области создать здесь, в Вологде, координационный штаб серебряного ожерелья, прообраз управляющей дирекции. Все мы будем делать вместе с правительством Вологодской области, Министерством культуры и Ростуризм. Мы благодарны Вологодской области, которая не является нефтяным регионом, но тем не менее готова вкладывать силы и средства в то, чтобы этот проект вдвинуть здесь очень мощно. Для этого нужна политическая воля, здесь оно есть, это самое главное. Перед Новым годом, наверное, полстраны думала, где бы нам отдохнуть в России. Кто-то хотел поехать за город, кто-то, наоборот, в город. И дело не только в курсах валют. Дело в том, что люди хотят путешествовать по своей стране. Это реальная потребность. И это становится модно, потому что важно. Это модно, это интересно, но не знают, куда поехать. Есть какие-то точки, очень интересные города, исторические памятники, памятники природы, памятники архитектуры. Но это один день, это уикенд. Нужны продукты, нужны маршруты. Эти маршруты, они могут быть абсолютно разные. Они должны быть разные, на любой вкус, на любой интерес. И основа на северо-западе есть. Я не буду говорить много, это, наверное, всем понятно, о потенциале историческом, культурном, огромном количестве памятников, очень интересных, которые находятся в интереснейших ландшафтах при этом, природных заказанных заповедников. Это все есть, это все надо сейчас скомбинировать в продукт. Серебряное ожерелье – это возможность, как уже говорил заместитель министра Алла Юрьевна, это возможность скомбинировать любой продукт. Но для этого должны быть маршруты, для этого должны быть предложения, связки, инфраструктура, заправочные станции, которые есть на северо-западе, развитая транспортная инфраструктура, которая есть на северо-западе, природа, история и культура, которая есть на северо-западе, должны быть сложены в единые мозаики. Наша главная задача – получить туристов. Но есть вторая главная задача, чтобы турист, приехав один раз на Северо-Заторг, если он из другого региона, или проехав в соседний субъект Федерации, если он живет здесь, понял, что он за эту неделю или за эти три дня увидел только одну тысячную часть того, что он может увидеть его, зацепить. Вот эти глобальные маршруты, переходящие из одного к другому, это главная основа туристской экономики. Это возможность для принимающего из всего нашего региона понимать, что турист вернется завтра. Туристическая отрасль должна стать в ближайшие годы действительно системным и бюджетнообразующим сферой для экономики. Кроме этого, надо понимать, что туризм уникален тем, что это не только экономика, и очень долго и много идут споров, что такое туризм, культура и экономика. Я думаю, что истинно, как всегда, где-то посередине, это и то, и то. Мы почему предложили Министерству культуры, чтобы проект «Церебное ожерелье» конференции, а фактически мы с вами присутствуем при историческом событии, потому что стартап, то есть начало реализации проекта, объявлено заместителем министра культуры, заместителем Ростуризма, именно в ОВА, где сегодня. Очень солидное представительство конференции, все субъекты Северо-Западного округа, вице-губернаторы, все министры, крупнейший туроператор региона. У нас совершенно очевидное, самое удобное в Северо-Западном округе положение для того, чтобы отсюда начинались крупнейшие радиальные маршруты по всему проекту «Церебное ожерелье». Ни один из других городов, даже Санкт-Петербург, не может сказать, что оттуда удобнее. Вот нас удобнее всего. Это первое. Второе. Вологда выбрана потому, что у нас уже очень хороший опыт сотрудничества с Министерством культуры совершил за последние два года. В частности, мы уже реализовали один федеральный проект, проект новогодней столицы России. Он получил очень высокую оценку, и Министерство видит в Вологодской области надежных партнеров при реализации федеральных программ. Третий момент связан, собственно говоря, с тем, чем обладает Вологодская область. Если проанализировать, сегодня заместитель руководителя Ростуризма, он фактически является одним из крупнейших теоретиков и практиков туризма в России. Сергей Евгеньевич, он упомянул о том, что у нас уникальный набор туристических продуктов. Меньше раскрученных, больше, какие-то в зачаточном состоянии, которые какие-то традиционные, но тем не менее. Возьмите по видам туризма. У нас может быть представлен практически любой из видов туризма. Познавательный, образовательный, просветительский, экологический, если говорить по способам транспорта, и пешеходный, и автомобильный, и водный, паломнический туризм. То, что сегодня и культурная, и туристическая жизнь Вологды находится, может быть, в начале стандартного, такого хорошего очень подхода, профессионального бизнес-подхода, проект сильное же этому только поможет. Но решение Министерства культуры объявлено заместителем министра о создании Вологды исполнительной дирекции проекта, координационного центра проекта. Но это, считайте, подарок и заслуга, значит, и это нам аванс, который необходимо использовать. Продолжение следует...